Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! В этом видео мы с вами рассмотрим замечательную партию выдающейся грузинской шахматистки пятой чемпионки мира Ноны Терентьевны Гаприндашвили. Эта партия была сыграна в рамках чемпионата Советского Союза среди женщин в Тбилиси в 1976 году. В данной партии чемпионка мира играла черными и применила довольно интересный вариант в скандинавской защите. Ее соперница Елена Живаева пошла Е4. После Д5 ЕД большинство шахматистов просто забирают на Д5 ферзем. Но черные играют КНФ6. Интересный вариант, который не имеет определенного названия. Периодически этот ход делали многие сильные шахматисты прошлого, да и современные гроссмейстеры время от времени жалуют своим вниманием это продолжение. Идея хода КНФ6 понятна без особых объяснений. Черные не хотят рано развивать своего ферзя и желают отыграть пешку, забрав ее конем. Но в распоряжении белых есть вариант, который может затруднить черным отыгрыш материала. И Елена Живаева играет СБ5. Слон Д7 играют черные. Оказывается, что в случае размена на Д7 и С4, черные без особых проблем получают большой перевес, жертвуя пешку. С6. После взятия КНФ6 поле Д4 под контролем. Белые не могут поставить туда пешку. Играют КНФ3, но Е5. И у черных большой пространственный перевес. Очень удобное развитие, которое с лихвой компенсирует минимальный материальный урон. Поэтому Живаева сыграла С4. Это более идейное продолжение. Черным не так-то просто сразу отыграть пешку Д5. Слон Ж4. Играет Гаприндашвили. Ф3, слон Ф5. И после Ж4, слон С8. При случае черные продвигают пешку Б на одно или два поля вперед. И ставят слона на Б7. В этом положении белым, конечно, нужно играть КНЦ3. Дважды защищая пешку Д5. Кстати, эта позиция была Табией. Матч за звание чемпионки мира среди женщин между Гаприндашвили и Наной Александрия. Который состоялся в Тбилиси годом ранее. Но в нашей партии Елена Живаева сыграла Д4. И дала сопернице сразу же отыграть пешку. Конечно, в этом случае у черных нет никаких проблем. Они уже уравняли. КЕ2, С6, КБЦ3 и Н5. Типичное пешечное продвижение. Белая, напав дважды на пешку Ж4, заставляет соперницу определиться. Конечно, брать на Н5 не хочется. Приходится продвигать пешку на Ж5. И после Ж6 поле Ф5 в руках черных. Конь бьет Д5, СД, слон Д3, конь С6. При случае черные могут пойти конь Б4. Поэтому С3. В создавшемся положении заслуживал внимание ход слон Ж7. С тем, чтобы сыграть Е5. Но Нонагаприндашвили играет слон Е6. И белые оцепляются за слона ходом конь Ф4. Ферзь Д6, Ферзь Е2, слон Д7 приходится играть. Слон С2. Играют белые. И длинная рокировка. Слон Е3, конь А5, конь Д3 и слон Б5, связывая коня. Б4. Белые очень агрессивно играют пешками в этой партии. У такого подхода есть плюс. Захват пространства. Но и очевидный минус. Продвигаясь вперед, пешки за собой оставляют слабые поля. Конь С6 играет Гайприндашвили. В этом положении лучше было пойти Ферзь Д2, развязывая коня. И после слон Ж7 с идеей Е5, Ф4. А на Ф6, 3-0. Конечно, положение белого короля, совершенно не прикрытого пешками, вызывает некоторое опасение. Но все-таки у белых есть определенный перевес в пространстве. Что в целом дает им в этой позиции небольшой плюс. Но в нашей партии белые продолжили игру пешками. Елена Живаева играет А4, нападая на слона. И слон С4 играет Гайприндашвили. Ферзь Д2, слон Ж7. В этом положении белым неплохо было бы сыграть Ф4, ограничивая радиус действия черного ферзя. Но Б5 сыграла Елена. Конь, конечно, зашел на А5. Слон Ф4, нападая на ферзя, шаг, король Ф2. В центре пока что позиция стабильна. Поэтому такое положение белого короля особых вопросов не вызывает. В то время как конь стремится на поля С5 и Е5, что делает необходимым его размен. Но Нага Приндашвили забирает на Д3. Чем же брать на Д3? Кажется, ответ очевиден. Только ферзем. Потому что в случае взятия слоном, черные могут дать вилку. Но оказывается, что этот вариант для черных нехорош. Потому что после ферзь Б2, конь А1, ладья бьет А1, черный король попадает в очень неприятную ситуацию. Он отсечен по диагонали H2, Б8. Белые могут продвинуть пешку вперед и начать атаку. Несмотря на отсутствие качества, у белых серьезный перевес. Поэтому после слон бьет Д3, черным лучше не играть конь Б3, а пойти ферзь Б6. На ладья АЕ1, Е6, король Ж2 и белые сохраняют небольшой перевес. Но в нашей партии Елена Живаева, которая скорее всего испугалась вилке конь Б3, забрала ферзем. Ферзь Аш3 играет Гаприндашвили. Ферзь Е3, нападая на пешку. Критический момент партии. Здесь можно было сыграть Е5. После взятия, нападая на А7, Б6 и на слон Д3, слон Ф8, переводя слона на С5. Но после слона Ф1, ферзь Е6, король Ж2, слон С5, ферзь Д3, Аш4, белые играют Аш3, удерживая равенство. Поэтому здесь Нонага Приндашвили начинает далеко рассчитанную комбинацию, которая заканчивается великолепной жертвой ферзя. Она играет конь С4, подталкивая белого ферзя забрать пешку. Елена Живаева забирает ее, угрожая матом. И здесь неожиданно слон бьет Д4 шах. Черные наносят удар по, казалось бы, самой укрепленной белой пешке. Но что же после взятия? Ферзь Аш4, двойной удар. Приходится играть слон Ж3, ферзь Д4, вновь шах. И здесь Елена Живаева, не выдержав напряжения, совершает роковую ошибку. Нужно было отойти королем на Ф1. Да, в этом случае ладья А1 оставалась без защиты. Но брать ее плохо, потому что после король Ж2 у белых две угрозы. Взятие ферзя и мата на С7. Поэтому после король Ф1 нужно играть только ладья Д7. Далее такой вариант. Ферзь Ф6, конь Е3, вилка, король Е2. Забираем на С2, защищая попутно ферзя. Взяли-забрали шах, король Д3. И после конь Б3, слон Е5, контратака ладьи. Ладья отходит на Е8. И белая играет ладья С1. Дело в том, что после этой жертвы качества, черные вынуждены отдать материал обратно. Король Д8. И на шах закрыться ладьей. Белая играет ладья С5, Б6. После ладья Д5, король С7. Нужно брать развязавшуюся ладью. И в этом окончании силы соперниц примерно равны. Но в нашей партии Елена Живаева сыграла король Ж2. И мы должны ее за это поблагодарить. Дело в том, что здесь черные получают возможность продемонстрировать всю красоту своего замысла. Конь Е3 сыграла обрадовавшаяся Нонага Приндашвили, понимая прекрасно, что вряд ли белый король отойдет под вскрытый шах. Действительно, ее соперница пошла король Аш3. И в этом положении Нонага Приндашвили нанесла победный удар. Ферзь Ж4, шах и белые сдались. Очень красивая жертва ферзя. После взятия будет двойной шах пешкой и ладьей, он же мат. Согласитесь, такие красивые картины редко встречаются в практических шахматах. Вот такая великолепная партия, блестящая заключительная комбинация, которая позволила Нонага Приндашвили выиграть этот интересный поединок. Если это видео вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал Шахматы для Всех, оставляйте свои комментарии. Большое спасибо за внимание. До свидания.